всем здорова у нас интересная работка заскочила крыша заводская м к заводской карбон сожалению не успел начать снимать все подряд наскочили и сделали антистресс это самый большой кусок который мы смогли снять вручную остальное водой воздухом ну частично по срывали непонятно по какой причине это произошло но в некоторых местах пока машина видать плыла из америки что-то на крышу капала и разъела вот эту ламинацию верхнюю то есть сам карбон в принципе целый остался сняли мы фактически вот этот ламинированный глянцевый слой под лобовым стеклом туда куда стекала какая-то гадость вот она вот так вот себя ведет и на крыше вот в этом месте даже видно где оно было накапано вот с этого места по сути мы разорвали всю крышу то есть само по себе когда лежала на плоскости ламинация то не отрывалась вот где было повреждение исходя из этого уже пошел отрыв что нужно сделать нужно сейчас из автомобиля снять потолок оттопырить его и снять антенну она нам мешает мышь не сможем выполнить до конца нормально по человеческий ремонт пока не снимем антенну далее отвернул все резинки каким-то макаром то есть может шнур загоню может быть скотч отворотный сразу буду ставить но нужно уйти туда под крышу то же самое тут еще по стеклу то же самое тут спереди дадут очистить далее будем матовать очень и очень мелкими наждаками то есть после тысячи работы все вестись нужно посмотреть что это у нас видно карбон ли это или это просто еще толстый слой эпоксида наша по структуре нитку уже как будто карбон но не факт нужно брать пробовать щупать в общем приступаем выдираем вот эту всю красоту с автомобиля разбираем боковые стойки тут есть чем позаниматься тут по салону ручки поснимать фонарики все эти ты короче работой попутные стойку центральную оттопырить работы попутной куча заводская м-ка красота реально красота надо ее подоживить оттопырил я потолок и увидел во внутрях следующую картину антенна у нас снимается снаружи поэтому отчасти как бы я и зря оттопырил потолок но это уже чисто привычка такая снять чтобы чтобы его подвесить вот эта штуковина сидит на стекольном клею с ней на скотч чтобы не потекала я так понимаю чисто из-за изоляции получается что эту штуковину можно если у вас нет его снять у кого-нибудь на парковке имея шпачек как бы все сейчас открутим ее вытащим наружу и снимем провода все сняли и интересный момент это то о чем мы как бы и думали там где было воздействие ультрафиолета имея подорванный край снималась не сказать что прям легко но снималась все там где подошел закрытая часть без ультрафиолета даже имея подорванный край даже шпателем не идет мы ради ха-ха вчера руками много довольно таки сняли вот тут тоже до молдинга доходит и все и все то есть тут он прямо на строить и облазит ниже же нет ну и флаг ему в руки значит снимаем до тех степеней пока у нас снимается там под молдингами где еще как как все сниму включусь будем определяться что же это у нас мы видим карбон чистую либо же просто эпоксидный слой все снялось все что снялось теперь посмотрим что у нас это мне нужна вода мне нужна полторушка попробую с водичкой просто дотрусь до как бы ровного состояния нити посмотрю что же мы видим потому что от этого будет зависеть то какой тип ремонта мы выбираем либо же все смело мотаем шестисоткой восьмисоткой на сухую либо же мы аккуратненько с водичкой тоненько перебиваемся лакируемся слушаемся перетираемся еще раз лакируемся и только потом будем смотреть потому что в эти волокна усадка неизбежна ну в таком состоянии как бы глянцевая ну это примерно так как мы ее будем видеть под лаком нас ну так я вижу какие-то квадраты нитей полторушка это конечно мелковато но это я так очкую так сказать потому что стремно цена крыши очень дорогая так возьмем сейчас вытрем высушить посмотрим что там я ничего это вообще не вижу понятно что полуторкой волокна так не возьмет так значит возьмем сейчас восьмисотку сухую аккуратненько посмотрим 800 каковокс но я ее одену как бы зажму на твердую часть морковского брусочка потому что местами есть как будто выщерблены какие-то вовнутрь но это все непонятно что мы видим и непонятно что я на каком слое толщины я нахожусь я очень переживаю за то чтобы не взрыхлить волокно карбона если его взрыхлить она потеряет свою эстетичность то собственно ради чего люди платят за этот карбон давайте плеснем водички глянем как она выглядит вроде все так выглядит ладно занимаемся буду делать или наверно вручную машинка реально боюсь просто боюсь вся крыша перебита перечухано сейчас мы еще проявим обезжиркой посмотрим как она будет выглядеть под лаком сзади уже обработанный кант отворотный скотч и обрабатываем то есть также уже под лак в принципе заклеен то же самое спереди обрабатываем значит мы на шпателе наждачком взяла 4 соточку потому что выдирать оттуда туго специально обученный леклеровский шпатель а папа папа не вылазим интересная работка конечно увлекательная надо вот это все что там шелушится вышелушить оттуда потом выйдут потом залачить все таки решили посоветовавшись с технологом компании леклер решили делать так кроме того что это будет двухэтапная лакировка лакировать первый раз будем через 0 4122 силер грунт прозрачный адгезионник изолятор он имеет прямую адгезию полиэфирным эпоксидным смолом лак напрямую изя может по отскакивать надо залазить тоже над капотом лазить вычухивать не быстро это процесс короче лакировать будем в два захода фактически два раза будем два элемента таких делаем ну теперь посмотрим тут и все промотовал пролез посмотрим как она будет выглядеть под лаком это обычный антисиликон то есть так в принципе проверяются элементы на ровность таким же макаром здесь все шумок сделал я думаю под вторым слоем лака но перетрется будет ровно вообще короче не идет там где под антенкой не идет на отрыв вообще никакими способами прямо сидит крепко-крепко и посмотрим как у нас будет выглядеть крыша мы сейчас не обращаем внимание на шагрень мы будем обращать внимание мы обращаем внимание на пятна какие-то полосы от клея то есть на вот это смотрим ну такого явного чего-то критического я не вижу ну она и славно это пальцем что-то начертил это хорошо но сейчас все вытираем первое обезжиривание после перетирки будет выполнено позавтра с утра буду красить еще накеровать ну что мы уже в камере оклейка тут не сложная пленку накрыли бубушки не позаворачивали его то да выучить и vs 400 дюза 1 и 5 hd лаковая залит 122 грунт или клер силер нужен он для того чтобы создать адгезию между лаком и вот этой полиэфиркой лаки напрямую адгезии к полиэфирке хорошие не имеют силер в эту тему подходит идеально он прозрачный после высыхания он изолятор он же усилитель адгезия а Ох, у меня там еще грунта, я 100 граммов одел. Пройду еще раз эту часть. 100 грамм мне хватило на нормально пролить крышу. Теперь минут 30, я приду проверю на антенке как он высох, минут 30 и разводим лак. Так, селерочек отработал, попробовал в районе антенны, не лепнет, все норм. Теперь лачок в тот же ствол, подачу на полную, лак ультра-ХС, полтора слоя, первый припыл и сразу в залив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Вот она Лежит, да? Красиво Ну что, и поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вроде бы и все Торцы не проливаю, потому что с них стечет Песня какая-то там сарина лежит Ну ничего, это все подточится Подпилится Будет ляля Будет пушка ляля Не включаю, сейчас выдует из камеры пыл Не включаю сушку принудительную Сейчас полдевятого вечера С утра приеду раненько Посмотрю на нее Втянуло, не втянуло Если втянуло, еще слой лака Чтобы мне было, что конкретно полировать Если вот она в таком состоянии и будет За исключением сарин, понятно То оставляем Никаких вопросов, полет нормальный Все, машин готов Отмытка, отдача Посмотрим, что мы получили Мы получили крышу Прозрачную Ровную Никаких перепадов Никаких ступенек Все повытачивалось То, за что я переживал Никаких особо Бликов я не заметил Крыша еще потом приедет на полировку Потому что лак В принципе, еще сутки даже не прошли Как я его залачил Так, выполировал Ну, фиброй Чуть-чуть царапучий На дополировку придет У нас тут еще куча попутных задач В общем, схема Сама по себе рабочая Применили силер Двойная лакировка с перетиркой Спасибо Александру За подсказку с силером Я бы сам читал, вычитывал бы И Андрею из Днепра Который занимается карбоном За то, что он Именно Направил правильно Я с карбоном никогда не работал Он мне подсказал, что надо делать И как с этим мне дальше жить и работать Как-то так В общем Всем спасибо За подсказки И за внимание Всем удачи И пока